Здравствуйте дорогие друзья! Спустя почти месяц после релиза первой беты вышла финалочка iOS 10.3.2 для рядовых пользователей. В этом видео поговорим о всех изменениях в новой прошивке. Затронем тему производительности и ответим на главный вопрос – стоит ли устанавливать свежий апдейт. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Первое с чего стоит начать – обновление доступно для всех устройств поддерживающих iOS 10, в том числе и для 32-разрядного процессора iPhone 5 и iPhone 5C. К сожалению, данный релиз не несет какие-либо крупные изменения на уровне пользовательского интерфейса и функциональности устройств. На данный момент вовсю идет разработка iOS 11, которую уже покажут 5 июня. О том, что возможно появится в новой операционке я рассказывал в отдельном видео, смотрите, ссылочка будет где-то в правом верхнем углу. Финальный релиз имеет индекс 14F89, ну а если вы являетесь участником программы бета-тестирования, значит ваша пятая бета и была финальной, так сказать golden master, то есть у нее индекс 14F… ну в общем и так все перед вами. Приятной новостью станет то, что после обновления по воздуху очистится кэш и освободится дисковое пространство, которое, как известно, лишним не бывает. В среднем у пользователей появляется от 500 мегабайт и до полутора гигабайт. Купертиновцы сделали акцент в iOS 10.3.2 на безопасность, то есть устранение обнаруженных уязвимостей, а их список очень большой и в внутренних улучшениях. Siri стала лучше работать с автомобильным интерфейсом CarPlay. Появились новые голосовые команды, дело-то за малых, купить нормальную тачку. Были внесены изменения во внутренние протоколы OpenURL. Теперь любое стороннее приложение отображает предупреждение, требующее подтверждения для запуска FaceTime, FaceTime аудио или совершение обычного телефонного звонка. И есть еще целый список мелких исправлений, обнаруженных в Safari, пакете WebKit и даже ядре операционной системы. Что я могу сказать по этому поводу? Apple неплохо подготовилась и подлатала дыры, которую можно использовать для осуществления процедуры Джейлбрейка. Так что всем тем, кто еще ждет Джейл, обновляться на iOS 10.3.2 я категорически не рекомендую. Мое мнение разделяют и хакеры. А вот относительно свежий баг, связанный с зависанием устройства при одновременном нажатием трех кнопок в пункте управления никто не исправил. Хайпанули на этой теме многие блогеры, а лично я до сих пор не понимаю, кому понадобилось нажимать три кнопки одновременно, да еще и в нижней шторке. Ну вот, а Apple должна была подправить косяк. Плавно переходим к производительности. Результаты тестов Geekbench 4 показывают незначительные изменения. Что касается Antutu, ну или Antutu, кто как называет, то 7 Plus по нажатию кнопки набирает 175 с чем-то тысяч очков. И это почти на 10 тысяч больше, чем в предыдущем финальном релизе. Синтетические тесты как резиновые женщины, ничего конкретного из себя не представляют. Куда интереснее полевые испытания на одинаковых устройствах с разными прошивками. В нашем случае сравнения проводились с предыдущим финальным релизом iOS 10 3.1. На старых устройствах с 32-битной архитектурой, вроде iPhone 5, приложения стали запускаться и реагировать чуточку быстрее. Рад, что Apple не забывает и про старичков. Что касается устройств на 64-разрядной архитектуре, а это iPhone 5s и выше, разницы ни в скорости включения, ни в работе замечено не было. Все и так прекрасно летает. Какой сделаем вывод, всех тех у кого стоит десятка и вы не ждете джейла обновляться обязательно. Если же вы до сих пор сидите на iOS 9 и у вас iPhone 5, 5c и может быть даже 5s, то особого смысла обновляться я не вижу. А какой-то экстра функциональности при обновлении вы не получите. В комментариях к этому видео оставляйте свои ощущения после обновления на iOS 10.3.2. Разумеется не забывайте указывать модель устройства. Ну а на этом все. Совсем скоро пройдет WWDC, на который покажут iOS 11 и еще много чего интересного, о чем мы будем рассказывать на нашем канале. Так что подписывайте и тискайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующем видео. Кстати у нас теперь есть аккаунт и в Instagram, там я публикую некоторые интересные вещи касательно видео которые еще не вышли, так что подписывайтесь.